Всем привет! Вы слушаете 18-й выпуск SD-Cast, подкаст о разработке ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, я, КС Даймон. И сегодня у меня в гостях Михаил Лопаткин, разработчик Яндекс.Браузера под Андроид, ну, соответственно, из Яндекса. Миш, привет! Привет! Ну, в начале уже посложившейся традиции, пару слов о себе, то я так очень кратко. Как ты вообще давно занимаешься разработкой и как вообще попал в Яндекс? Расскажи немножко предысторию. Ну, как практически, это было предрешено, потому что в семье компьютер появился раньше, чем я. И отец у меня преподает на факультете информационных технологий. Поэтому я всю жизнь кручусь вокруг компьютеров. И особо у меня не было сомнений, кем я был. То есть начал программировать еще в начальной школе, там, на каких-то советском БК 0.0.10. Потом на старших курсах уже попал в аутсорсинговую компанию у нас в Нижнем Новгороде. И так случилось, что я начал писать Android по какому-то субподряду-субподряду для Гугла. То есть непосредственно прямо саму операционную систему ты имеешь в виду? Ну, в общем, да. Ну, поскольку я тогда был еще зеленым джуниором, это были юнит-тесты для Андроида. Но до сих пор там где-то мой код где-то в недрах Андроида остался. О, вот она даже как. Так, очень интересно. Вот это был 2007 год. И вот с тех пор уже практически, почти восьмой год, я так или иначе занимаюсь Андроидом. Как для... Сначала все в той же компании мы работали с производителями телефонов, там допиливали им Андроид. А некоторое время назад я решил, что мне надоело продавать свои часы и пошел работать в Яндекс над продуктом непосредственно. И так оказалось, что начал делать Яндекс.Браузер. Ну, ты, то есть, собственно, в Яндексе как раз-таки именно вот сразу попал в команду Яндекс.Браузер, да, я понимаю? Да. Понятно. Ну, расскажи тогда немножко вот поподробнее, как, в принципе, насколько у вас большая команда, то есть, я так понимаю, у вас там есть несколько подразделений, да, Яндекс.Браузер там для десктопа, опять-таки разные операционные системы, вот под Андроид, соответственно, сейчас делается тоже, да? Как у вас все это устроено? Ну, разработка у нас достаточно большая, скажем так. Так, в общем, у нас порядка сотни человек занимаются разработкой браузера. Большая часть, конечно, пишет десктопную версию, а мобильная разработка – это iOS и Android. 30, наверное, человек сейчас занимаются примерно в равных пропорциях распределены. Несмотря на то, что у нас большая часть кода общая, как и у нашего прародителя Хромиума, то есть и андроидный, и десктопный браузер, и iOS, они все живут в одном репозитории, все строятся из примерно одних и тех же исходников, с некоторыми, разумеется, изменениями. Люди, они специализируются, кто-то специализируется на, соответственно, десктопном программировании под Windows, под Linux, под Mac OS, кто-то. Вот, а мобильная команда, они более или менее отдельно, потому что у нас такой требуется специфический набор навыков, будь то это Objective-C и iOS программирование, или Java и Android программирование. Слушай, а вот как бы по функционалу, по фичам, вы стараетесь, чтобы, в общем-то, под все платформы браузер обладал, по сути, одними и теми же возможностями, я правильно понимаю, да? Или есть какие-то отличия вот здесь все-таки, то есть специфика десктопных, каких-то продуктов от мобильного? То есть какие-то фичи более нужны, наоборот, в мобильном, какие нет? Ну да, некоторые фичи, они, может быть, для десктопа подходят, но для мобильного, скажем, они будут замедлять открытие страниц или выжирать батарейку неимоверно. То есть набор, несмотря на то, что мы стремимся, чтобы у нас там был какой-то большой общий набор фич, и как можно больше переиспользовать кода, иногда так получается, что есть как мобильно-специфичные фичи, так и десктопно-специфичные. Понятно. Слушай, а вот ты сказал, что у вас все это дело, ну, так сказать, все разные платформы, все живет в одном, то есть в большом репозиторе. Вот расскажи, как у вас получается, то есть как устроено так, что вот, по сути, немножко разные специфические задачи живут там в одном месте и не конфликтуют, и все это как-то вот живет, так сказать, существует все параллельно. Вот расскажи, как все это может быть так. Ну, если в двух словах, то просто надо фичу разрабатывать так же с прицелом на то, что она будет существовать в нескольких платформах. То есть достаточно стандартная, в общем-то, задача, когда мы выделяем какое-то общее ядро, которое будет работать и на десктопе, и на мобильном устройстве. И уже к этому ядру вокруг него строим какие-то платформы специфичные надстройки. То есть если логика у вас отличается там парой строчек, что обычно бывает редко, ну, не знаю, там можно в код какой-нибудь define вставить. Если это Android, то компилирует вот эту строчку, а если это macost, то компилирует другую. Если логика как-то более серьезно отличается, то тут уже надо как-либо применять там какой-нибудь подход типа внедрения зависимости и развязать логику там через интерфейс, например. Ну, то есть в простейшем случае, я так понимаю, все равно, так сказать, да, там платформы специфичные вещи, они там лежат где-то по отдельным папочкам, но, тем не менее, понятно, что ссылаются на единое общее там ядро или общие компоненты, которые разделяемы, да, между всеми подпроектами, скажем так. А вот, ну, соответственно, разработка идет с каких-то параллельно в разных ветках, соответственно, правильно? И вы, так сказать, периодически просто сливаете к себе там какие-то изменения. Вот, опять-таки, ну, этот один вопрос, если дальше, собственно, сразу напрашивается, а вот как вы синхронизируетесь, соответственно, с хромиумом, да, потому что ясное дело, что однажды там слив к себе там, так сказать, форкнув проект, ну, как бы, ведь надо же сливать себе upstream, да, и там, возможно, быть изменения какие-то, которые могут ломать какие-то там ваши там наработки. Вот расскажи немножко поподробнее, как здесь все устроено. Ну, я сразу уточню, что мы не живем сами в разных ветках, мы же, у нас есть один такой мастер или транк, как бы, в зависимости от VCS, какой вы пользуетесь. А, кстати, какой вы используете? Ну, наверное, гид все-таки. Да, у нас гид. Ну, то есть у нас есть один мастер, там живет все, и все правки, они идут в результате в мастер, пол-реквестами, как на гитхабе какого-нибудь. А, что касается подливания upstream, ну, это такой достаточно мучительный процесс, я когда докладывал там на субботнике, можно поискать эти видео. Да, мы ссылочку обязательно приложим. Вот я кратко, более или менее кратко описал, какие сложности возникают. В основном проблема в том, что Chromium, он начинает, он постоянно ребята что-то рефакторит, что-то переносит с места на место, притом рефакторит они чуть ли не на уровне, на уровне, там, например, своей стандартной библиотеки. У них есть свои там шарит-пойнтеры, свои хешмапы, потому что проект старый еще до 11-х плюсов появился. И такое добро тоже рефакторится. И в результате, да, у нас постоянно возникают проблемы, из-за того, что наш код основан на старой версии, он перестает, например, компилироваться. Пока мы не придумали ничего сильно лучше, чем сидеть и править все это вручную. Ну, понятно, то есть каждый, так сказать, мерч апстрима – это такая боль, когда там садятся кучкой и давайте, значит, разбираться, что там изменилось, что у нас сломалось, да, или как все это. В общем, да, как ты описываешь, это именно так и происходит. То есть, на самом деле, мерч у нас происходит постоянно. Как только заканчивается один, начинается следующий. Чем быстрее мы заканчиваем мерж, тем меньше нам мержет в следующий раз. Такая вот. Понятно. А у вас кто-то, как бы, отдельно люди этим занимаются, кто отвечает, так сказать, за сливание апстрима? Либо вы, так сказать, как вообще у вас организован процесс сам? Вот расскажи немножко. Ну, здесь мы тоже, ну, как сказать, подсмотрели у Гугла. Ну, достаточно на поверхности лежит идея. У хромиума по всему, по всем исходникам разложены такие файлы, овнерс, так называемые. В них записано, кто из разработчиков отвечает за конкретную подсистему, за конкретную папку, можно сказать. Кто-то, либо ее первоначальный автор, тот, кто знает, как она работает досконально. Мы завели такую же параллельную систему. Она нужна, во-первых, чтобы знать, кого звать на ревью кода, а во-вторых, чтобы знать, на кого назначить выпавшие в этой папке конфликты и ошибки при мерже. Соответственно, ответственность овнера, владельца кода в нашем случае, это как раз и в том числе разрешение проблем при мерже. Понятно. Слушай, а вот как бы фич тоже вы, значит, там разрабатываете, у вас код-ревью, да, я так понимаю, вы тоже, в общем, все это отправляете. Тоже, соответственно, в зависимости от того, в какой области, скажем так, там, ну, вот под саб-модуль вы разрабатываете, то тому и уходит на ревью, да, как у вас вот разделено по разработке. Или у вас кто-то там отвечает только за там GUI, кто-то за какую-то системную часть, как вот это все построено? У нас есть определенные разделения, там есть отдельные команды, которые занимаются сетевой частью, есть команды, которые занимаются графической частью, есть команды, которые занимаются всем остальным, там, обвязкой браузера, все вот эти закладки, всевозможные. В мобильном у нас все-таки поменьше, поэтому у нас по большей части все занимаются всем. Есть определенное разделение, кто пишет больше на Java, кто пишет больше на плюсах, но не более того. Понятно. Ну, и, соответственно, ладно, про это более-менее понятно, значит, дальше, так сказать, тестирование тоже у вас, я так понимаю, присутствует обязательно, собственно говоря, да, ведь как бы куда же без тестирования в наше время? Или как? Ну, без тестирования в каком-то виде все-таки нельзя, ты же написал код, и откуда ты знаешь, правильно он работает или нет. Ну, я к тому, что у вас, так сказать, есть и юнит-тестирование, да, и какой-то дальше там уже функциональный и так далее, там, или как вот это, как вообще происходит, скажем, вот там выпуск, там, релизов, да, то есть вы там обозначаете какой-то там набор фичей, которые должны войти в релиз, да, то есть по сути какую-то вы методологию, опять-таки, используете, если так уж совсем, говорить, вот в общем и целом. Какой у вас подход, в принципе? Ну как, у нас есть релиз бранчи, который, релиз ветки, в которые попадают не все подряд изменения, то есть мастер, как это такое, там есть все вообще, что мы только разрабатываем. В релиз ветки мы, соответственно, переносим только часть коммитов, в основном исправление багов и мелкие доработки. Но вы, получается, их как-то черепиками, что ли, делаете? Да. У нас есть определенный план, там, какие фичи у нас должны войти в очередной релиз. И в зависимости от этого мы, собственно, и определяем, какие коммиты надо переносить, какие нет. Хорошо. Ну вот в итоге, в общем-то, так или иначе, вот в ветку в эту попал весь необходимый код, соответственно, который вроде как планируется к релизу, что дальше происходит? Дальше у нас основная все-таки нагрузка ложится на ручное тестирование, то есть есть специально обученные люди, которые занимаются ручным прокликиванием в основных сценариях. То есть перед релизом там выполняется более или менее полное рекрессионное тестирование. Но в процессе разработки у нас такая, на самом деле, непрерывная интеграция, то есть, считай, каждый коммит практически приводит к тому, что у нас выпускается новая версия, которую тестирование знает, где взять. Получается так, что разработчик говорит, что я реализовал вот такую вот фичу. Она попала в такую сборку, соответственно, тестирование уже может взять и более подробно проверить именно то, что вот эта фича, она работает как надо. Ну да, не дожидаясь как бы полноценной сборки, где будет все-все-все, да? Я так правильно понимаю? Да. Ну и, разумеется, у нас есть и юнит-тесты, и более интеграционные тесты, которые уровнем повыше работают, которые гоняются автоматически при каждой сборке, и в пул-реквестах тоже. То есть нельзя влить в мастер что-нибудь, что сломает тесты. Ну, понятно, хорошо. Слушай, а вот какие-то код-квалити, там, инструменты у вас тоже есть, так сказать, там какое-то, вы используете какие-то такие? Ничего сверхъестественного мы пока не используем. Для плюсового кода самый продвинутый, это то, что... И самый продвинутый инструмент, который у нас есть, это то, что мы перешли на C-Lang полностью, на Android, например. А что до этого было, соответственно? Соответственно, был GCC. Ну, понятно, GCC. А вот расскажи тогда немножко подробнее, вот этот переход как бы так легко удался, или какие-то были подводные камни вот при переходе? Были какие-то мелкие проблемы, но я не припомню, чтобы у нас были прямо такие серьезные проблемы. К счастью, Upstream поддержал C-Lang раньше, поэтому нам не нужно было править вообще весь их код. Если бы там были какие-то проблемы со сборкой C-Lang, наверное, это стало бы... Либо мы бы потратили неимоверное усилие, чтобы заобстримить все наши правки в этой части, либо это стало бы стоппером для нашего перехода. Я помню, что у нас, по-моему, один человек справился с тем, чтобы исправить все, что всплыло, когда мы первый раз его включили. Ну, то есть, в принципе, можно сказать, по большому счету безболезненно так, в общем-то, перешли. Если один человек достаточно так... То есть немного сил очень пришлось приложить. Понятно, Миша. Ну, расскажи немножко-то поподробнее, вот, в принципе, про разработку под Android, да, поскольку все-таки это больше, так сказать, тебе привычная такая тема, в которой ты, там, уже, сам говоришь, аж даже руку к Android приложил. Вот какая здесь все-таки есть специфика по отношению, там, не знаю, к разработке, там, под десктопы, под проще какие-то платформы, вот, потому что я так не очень с этим знаком, но и думаю, в принципе, будет интересно вот узнать, чего там такого особенного, чем отличается. Вот есть какие-то специфичные вещи, на что обычно приходится, там, обращать внимание, или, там, работа, ну, какие-то вот моменты, что ты, может быть, скажешь? Самая серьезная, наверное, проблема под Android, которая затрагивает и дизайн приложения, ну, не считая того, что там гораздо меньше мощностей, чем в десктопе, это то, что жизненный цикл приложения, он существенно отличается. То есть на десктопе, если ты запустил приложение, ты уверен, что оно у тебя живет, пока его пользователь не закроет. На Android это не так. На Android приложение все время ходит под угрозой того, что операционная система его просто прибьет из-за нехватки памяти для других приложений. И это серьезная проблема, потому что ни в какой фоновой работе ты не можешь быть уверен, что ты ее сможешь закончить. То есть ты всегда живешь такой в непрерывном ожидании, что сейчас меня прибьют, грубо говоря, по сути. Да. Это, соответственно, как бы накладывают какие-то, ну, то есть надо всегда, как бы, какие-то, я так понимаю, сложные и долгие операции выполнять, как-то разделять на какие-то более мелкие задачи, чтобы понимать, что выполнено, что нет. Или как, соответственно, строить тогда работу в этом случае, какие тонкости, хитрости? Тонкости, хитрости – это в основном то, что нужно все время поддерживать. Во-первых, нужно много уделять внимание сохранению состояния своего, чтобы не... если там какую-то часть работы ты выполнил, ты должен там пометить, что да, я сделал эту работу. И это состояние должно быть постоянно консистентное. То есть, ну, буквально даже... Нельзя... Сложно даже, например, поддерживать две копии одного состояния, допустим, для работы в Java части и работы в нативной части. Иногда получается так. Постоянно возникает некоторая опасность, что они у тебя рассинхронизируются, и как у тебя приложение дальше себя будет вести, непонятно. Нужно постоянно думать о том, окей, вот мое приложение прибилось, вот оно восстановилось, и в каком оно должно сейчас быть состоянии, что мне надо прочитать. Ну, это вот к тому, что надо вдумчиво подходить к тому, что сохранять и как. Ну, а у андроида, в принципе, же есть какой-то там всякий сигнал. Я уж не знаю, когда он там шлет всякие события, что сейчас там я сейчас тебя превью, или сейчас я там, значит, ухожу в гибернет, еще что-то такое. Есть же у него какие-то механизмы для нотификации приложений о том, как бы, что он сейчас будет менять состояние с точки зрения операционной системы? Эти механизмы, они больше заточены под то, что... Ну, это убийство приложения с точки зрения андроида, оно предполагается как такая последняя мера. То есть перед этим он будет, конечно, говорить, что у нас мало памяти, может быть, ты там какие-то кэши сбросишь, вот это все, но реально надежную систему построить на вот этих нотификациях нельзя. То есть буквально все, что ты... Все, что ты можешь надежно узнать, это то, что твое приложение, экран твоего приложения ушел из foreground, что называется, когда пользователь переключился на что-то другое, ты получил один callback, и вот этот один callback это практически все, что система гарантирует. На самом деле, если там памяти будет мало, она тебя и прямо на виду пользователя может убить, неоднократно такое видел. Понятно. То есть получается, надо как-то, значит, еще даже если ты говоришь, что даже на foreground, то есть в принципе всякие тяжелые процессы, тяжеловесные какие-то вещи надо как-то там хранить в кэше, да, то есть я так понимаю, как вот все это вот... То есть, например, открытие большой страницы же тоже можно, да, по сути, привести к убийству, к браузеру. То есть если она вот большая, тяжелая какая-то совсем там, ресурсоемкая. Как вот вы с этим справляетесь, или как там, ну, в принципе, с этим принято справляться? Ну, хромиум, основанный на хромиум браузере, они решают эту проблему следующим образом. Для того, чтобы... Ну, ты знаешь, наверное, что хромиум там запускает для каждой страницы, грубо говоря, дополнительный процесс. Ну да. И там в Task Manager видно, что там 100500 хром.exe запущено. Ну да. Точно так же он делает, на самом деле, и на Андроиде. Он запускает для каждой страницы, соответственно, дополнительный сервисный процесс. Сейчас, по крайней мере, когда у тебя страница истечет памятью, там, по какой-то причине у тебя не упадет весь браузер, например. Он покажет окошко, что ай-яй-яй, как там называется, он улетел. Но очень сложно... Я, на самом деле, не знаю такого способа, как сделать так, что если у тебя страница не помещается в памяти, ну ее никак не покажешь, я думаю. Понятно. Нет, ну да, конечно, если там непосредственно вся эта страничка, которую надо трендерить и показать, то, конечно, как бы любаясь в память нельзя. Но вот какие-то вещи, то есть там в бэкграунде, то есть то, что можно по максимуму как-то разделить, вы же как-то стараетесь это разделять, чтобы там разбивать, не знаю, на процесс, какие-то складывать в кэш либо еще что-то, чтобы все-таки память, ну, не полностью прям там как на десктопе можно не париться, все грузить и все, и забыть про это. То есть какие-то такие механизмы, я так понимаю, все-таки есть, делаются, или вот как? Да, мы работаем над тем, чтобы и уменьшить количество памяти, занимаемое процессом, и позволить нам больше процессов держать в памяти, как-то сбрасывать состояние на диск, или как-то по-другому все реализую. Но пока это такая еще достаточно экспериментальная работа. Понятно. Слушай, а расскажи, в принципе, разработку под Android, то есть это все вы как-то на эмуляторах делаете, проверяете, а потом просто подключаете устройство и уже, так сказать, в режиме дебага непосредственно устройство отлаживаетесь. С точки зрения отладки просто интересно, какие инструменты есть, чтобы как-то все это то же самое, те же самые там GDBE, уж не знаю, и так далее, либо что-то другое, какие-то специфичные вещи. Ну, для разработки под Android никто, наверное, из Android-разработчиков опытных тебе не посоветует использовать эмулятор, потому что он очень медленный. Он где-то на порядок медленнее, чем железное устройство. А работать с железным устройством в принципе так же удобно. Ну, просто по USB подключил, в режим, так сказать, там отладки перевел, да, я так понимаю, и прям отлаживаешься непосредственно на девайсе. Да, это очень легко и просто. На эмуляторе это просто невозможно делать, он слишком медленный. Единственное, для чего мы его используем, это для прогона юнит-тестов на Continuous Integration ферме. Понятно. туда сложно как-то, сложно засунуть дата-центр девайса. Ну, я представляю, такая просто стойка забитая разными Android-телефонами. Понятно. Слушай, а в чем, так сказать, в какой IDE, в чем код под Android пишется? Я помню, раньше это под Eclipse еще была выпущена, собственно, Google-ом первый плагин. Что-то сейчас с тех пор вообще изменилось. Что сейчас есть вообще? Где сейчас принято код писать под Android? Удобно, точнее, это делать. Или по старинке там народ пишет в Vime и дальше просто уже через клик как-то все это дело запускает? Сейчас State of Art Android-разработка, она ведется в новой IDE от Google, которая основана на всеми любимой идее. Называется штука Android Studio. И она уже даже пошла до релиза 1.0. но она уже была достаточно стабильной, ее в принципе можно было использовать в продакшене. Я знаю достаточно много людей, которые ей пользуются. Мы в своем проекте, к сожалению, ее не можем использовать, потому что Android Studio завязано на то, что ты будешь собирать свой проект Gradle с Android-плагином. Android-плагин и Android Studio они вместе разрабатываются. Но так сложилось, что у нас вся система сборки она совершенно другая. Она основана на таком, пожалуй, на специально разработанном для хромиума стеке Build Love. У них есть такая штука, как мета-билд система Jeep Generate Your Projects, которая идейно похожа на CMake, например. То есть она генерирует из своего Jeep описания, например, она может генерировать Make-файлы, которые уже потом можно скормить Make-у, но в хроме используется другая система, называемая Ninja. Она похожа на Make, она тоже занимается тем, что вызывает компилятор с нужными аргументами в нужном порядке, компилятор, линковщик и все прочее. И вот в эту систему у нас интегрирована и сборка Android, упаковка ресурсов, например, и подготовка релизного APK-файла. К сожалению, это значит, что Android Studio она не для нас. Вот она как. Вы, наверное, расстроены по этому поводу. В общем и в целом, да. Ну а там люди пользуются идеей с Android лагином или без. Я пользуюсь Eclipse, потому что я как-то к нему привык за долгие годы. По-моему, я один в команде пользуюсь Eclipse. Вот она как. Ты такой, в общем, ретроград, можно сказать, в этой области. Понятно, Миш, ну а расскажи, вот в целом, в принципе, да, вот сейчас уже у нас Android там какая-то пятая версия, да, так сказать, я понимаю, ты там с несколькими уже успел поработать, вот просто как, так сказать, с точки зрения развития платформы, куда вообще она движется, то есть там какие-то происходят интересные изменения, вот, которые как-то там помогают, упрощают жизнь вообще разработчикам, ну и, конечно, еще эти там пользователи. Вот с точки зрения такой технической части, то есть понятно, что там как пользовательские-то все видели, там какие-то отличия плюшки, но там интерфейс, а вот именно с точки зрения SDK и разработки, как бы куда движется Android, что можешь сказать? Это интересный вопрос. Из интересных плюшек, которые появляются, ну становятся, появляются какие-то инструменты, с которыми легче разрабатывать, например, далеко не сразу появился фреймворк для UI-тестирования, то есть, который, скажем, симулирует там клики и все такое, так называемый UI-аутоматор. До этого там приходил, до этого там можно было писать сценарий, где кликни в точку с координатами 100-100, подожди 10 миллисекунд, кликни в точку с координатами 150-150. И понятно, что с этим жить очень сложно, потому что время обработки вот первого клика, оно может у тебя там быстро пройти, а может медленно. И твой тест становится хрупким. Соответственно, сейчас появились, появился UI-аутоматор, который позволяет тебе более или менее понимать, что у тебя там нарисовано на экране, какие кнопки. А, ну то есть, в нем-то уже описано, типа нажми вот эту кнопку, там дождись, пока что-то там изменится на экране, тогда нажми уже туда-то. Ну то есть, вот как-то так, да, я правильно понимаю, выстраивать? Да. Я не помню, когда он появился, по-моему, где-то в районе Джилибина. Вот. Появляются более удобные утилиты по анализу, потреблению памяти приложением. Более удобные фреймворки для рисования анимаций. андроид теперь движется в сторону, что все должно быть анимировано, мне кажется, они там немножко перебрали уже в пятой версии, она немножко леповато уже стала смотреться. Все прыгает, куда-то резинится, там кружочки вот эти, риплы расходятся. Слушай, а там анимация, она как-то прямо на уровне ядра заложена, либо же она где-то сбоку вот в анимации пришита в андроиде. То есть, просто всегда там, знаешь, ну, как бы так, может быть, немножко дилетантский взгляд на это, допустим, там, не знаю, в Макосе, там, не знаю, на iOS, это как-то вот оно на уровне ядра, и поэтому это всегда работает там быстро, плавно, все-все привычно, вот. А как-то в андроиде всегда вот этот интерфейс всегда был немножко тормознутым, и всегда как-то вот воспринималось, что вот эта вся сверху прикрученная эта анимация, что она как-то, наоборот, как-то неправильно сделана, вот, либо я ошибаюсь, как сейчас там с этим делом? Ну, в последней версии они добавили, они в очередной раз там все переработали, и теперь-то все должно быть просто гладко до невозможности. Слушай, где-то каждую пару версий, они, разработчики андроид, они переделывают всю графическую подсистему заново практически. Слушай, а вот при этом они как-то обратную совместимость сохраняют как-то, то есть с точки зрения там SDK, либо они прямо говорят, вот мы тут все поменяли, поэтому, значит, все ваши вызовы там наших функций, значит, все надо переписать заново, или как? То есть они как-то вот... Они очень много работают под обратной совместимостью. Я думаю, что большинство приложений, которые были написаны под 1.5 и 1.6, в принципе, все еще работоспособны на последних версиях. То есть есть определенное количество специальных костылей, расставленных по системе, которые смотрят. А это приложение было рассчитано на работу в 1.5. Наверное, для него там надо какой-то другой важный патч использовать в коде. Практически это очень похоже на ту историю с Microsoft, которая для Windows 95 там написали специальный мемори-локатор для SimCity, который позволял ему использовать память после освобождения. Такая известная достаточно история. И вообще они с самого начала в Android была продумана эта проблема, что да, они будут выпускать новые версии, будут оставаться какие-то старые приложения, которые никто никогда не обновит. Понятно. То есть все-таки на это заложено и Google тратит прикладывать усилия, чтобы сохранить всю эту совместимость, кардинально не зарезая все подряд на каждой новой версии. Я думаю, что какие-то ломающие изменения, они, конечно, были, но судя по тому, что я не могу ничего такого вспомнить, видимо, они были не такие глобальные, чтобы затронуть то, чем я занимался. Так вот, поэтому вот навскидку я не могу вспомнить что-то, что сломалось между версиями. Ну, бывают баги, когда что-то ломается, да, но чтобы намеренно сломанная обратная совместимость, нет, не помню. Там даже баги сохраняют из-за обратной совместимости. Вот оно даже как. Понятно. Ну, ладно, ясно по этому поводу. Слушай, Миша, ну, расскажи немножко вообще, в каком состоянии, в принципе, вот Яндекс.Браузер там находится сейчас, какие там дальнейшие у вас, так сказать, планы и вообще, куда движется проект в целом. Ну, ты знаешь, это уже так близко подходит к тому, что я не тот человек, которого ты можешь спрашивать про то, куда движется, я бы в Браузер. Ну, да, все-таки ты разработчик, но тем не менее, просто какие-то совсем уже ближайшие такие ясные понятия. У вас, кстати, под Android уже какая-то есть версия, я просто как бы не в курсе, к сожалению, то есть какой-то стабильный релиз. Ну, у нас уже, считай, летом будет два года как стабильный релиз. Понятно. Нет, а я что-то, просто вот есть там, ну, который Яндекс.Браузер, а потом вот это сейчас новое, так сказать, там на десктопе, это в которой Альф, или как там она носит кодовое название, да? Десктоп, наверное, ты имеешь. Ну, может быть, вот такая совсем без, с новым интерфейсом, точнее, как там, без интерфейса, так называемый этот, вот, под Android, соответственно, вы тоже что-то такое же, то есть как-то в параллели движетесь в одно направление. Ну, как? В свое время вы все увидите. Все ясно. Ладно, ясно. Оставим это за кадром, подождем, так сказать. Все время все расставит по своим местам. Ну, что ж, ладно, наверное, на этом, я думаю, закончим. Вот, спасибо, Миша, что рассказал немножко так про процессы и про разработку под Android, хотя бы так небольшую приоткрыл какую-то завесу. Вот, надеюсь, всем было интересно. Вот, что ж, спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Пока.